К другим новостям. В республике стартовала акция «Новый год в новой семье». Суть акции заключается в том, чтобы пригласить воспитанников детских домов и школ-интернатов в свою семью на каникулы и выходные дни. Таким образом, дети, оставшиеся без родительской опеки, тоже смогут в полной мере ощутить радость и волшебство Нового года. Саша и Вика, сестры, живут в детском доме. Недавно их подружку взяли в приемную семью. Она к нам позвонила по телефону и сказала, типа, а поедешь к нам на каникулы? Опекуны Владимир Федорович и Елена Васильевна поддержали идею пригласить девочек на каникулы к себе домой. В семье Бураковых трое родных детей и двое приемных. В бассейн, так планируем, на каток, в ледовой дворец. Потом у нас Павлик рыбачить любит. Планируем на зимнюю рубалку. Это интерес у нас у самих. Акция «Новый год в новой семье» в республике объявлена впервые, но дни открытых дверей в детских домах проводятся регулярно. Благодаря этому ребята находят новые семьи. К примеру, из Чебоксарского детского дома в этом году забрали 11 детей. Из дома малютки – 12. С Сергеем мы познакомились здесь в детском доме, когда мы, получается, забирали другую девочку. 12 лет. У нас есть уже приемный ребенок один. Вот мы ездили с ней, брали ее на выходные, на каникулы. И пока ездили сюда, как-то так приглядывались с Сергеем. Вот подружились с ним, поняли, что мальчишка вообще классный. Все лето потом жил он у нас. Юлю мы уже к тому моменту забрали в декабре. Все лето Сергей жил у нас. И вот сейчас, получается, в ноябре мы забрали и Сергея. Новый год – время волшебства. И Министерство образования Чувашской республики решило помочь исполнению желаний воспитанников детдомов. Ведь почти все они пишут Деду Морозу, что хотят иметь родителей. Граждане, желающие принять ребенка на воспитание в свою семью на период каникул, праздничных и выходных дней, могут обратиться в орган опеки и попечительства по своему месту жительства с заявлением о временной передаче ребенка в их семью. Для получения заключения органа опеки гражданину необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сведения об отсутствии судимости у гражданина и медицинское заключение. После предоставления необходимых документов специалисты органа опеки и попечительства выходят по адресу гражданина, обследуют жилищные условия и, если все в порядке, делают положительное заключение. Акция «Новый год в новой семье» проводится с 10 декабря по 15 января. А 20 декабря в Чебоксарском детском доме состоится день открытых дверей. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика.